Германия, бывшая гавань стабильности в бурном политическом море Европы, тоже на грани краха? Такой вывод можно было сделать в первые дни после внезапного провала предварительных переговоров по коалиции в минувшее воскресенье. Но корабль Германия не утонул. После первого шока политическая элита пришла в себя, чему способствует и спокойный стиль президента страны Франка Вальтера Штайнмайера. Он в эти дни встречается со всеми руководителями фракции Нового Бундестага. Сегодня он принимал себя в замке Бельвю главу партии ХСС, баварца Хорста Зейхофера. Главное преимущество этих переговоров – они закрытые. В отличие от прошедших переговоров по коалиции, откуда постоянно просачивались какие-то детали. И внутренние споры таким образом выносились наружу, что мешало дальнейшему ходу переговоров. У немецкого президента четкая позиция – Штайнмайер против перевыборов. Любой другой вариант, как он считает, будет лучше. Например, продолжение большой коалиции с ХДС и социал-демократов. Но в последние дни все идет к тому, что будет сформировано правительство меньшинства. Для Германии это новшество, а вот в скандинавских странах правительство меньшинства – дело обычное. Что это вообще такое? Это когда у правящей коалиции меньше, чем 50% голосов в Бундестаге. И для принятия того или иного закона нужно будет договариваться с партиями, которые не входят в коалицию. И вот, что об этом говорят сегодня немецкие газеты. Berliner Zeitung ратует за временное правительство меньшинства. Меркель должна сформировать новое правительство в любом случае, даже если в него войдут только ХДС и ХСС. Через какое-то время, это может быть год, если страсти улягутся, Меркель должна объявить о новых выборах. И кандидаты в канцеры от ХДС и социал-демократов должны быть новые. Berliner Zeitung также советует не бояться варианта правительства меньшинства и предлагает формат «христианские демократы плюс зеленые». На фоне альтернативы перевыборов тем более. Перевыборы сделают проблемы еще более очевидными. Что, если в результате получится та же самая патовая ситуация? Что, если альтернатива для Германии получит еще больше голосов? А что, если намного больше? На такой риск нужно пойти только, если не будет никакой альтернативы вообще. Газета Bild призывает бюргеров не паниковать. Страна должна опять привыкнуть к тому, что политика может быть и что-то другое, чем вечное лавирование. Компромисс — это не всегда мудрое решение. Он может быть и плохим. «И что теперь?» — спрашивает образователь Bild. «Правительство меньшинства? Большая коалиция или перевыборы?» Ну и что в этом плохого? Это и называется демократия или свежим воздухом.